Привет, Вова Золкин и его напарник. Напарник это Дима. Для своих. Для этих самых Дмитро Миколаевич. Для кого именно этих самых непонятных? Это реально. А были такие, которые с вами шли, которые погибли вашего возраста? Да. Ну вот вам образец. Конечно, не со мной шли. Ну, вместе как-то там, не знаю. Представьтесь, пожалуйста. Я Осянко Роман Алексеевич. Родился в Республике Татарстан, город Набережный Челны. Может водички у вас как-то у вас хрипит? Да. Если можно, пожалуйста. Главное предложить. Вы не переживайте. Вы расслабьтесь, да. У нас не нормальное общение. Все самое худшее с вами могло уже случиться, оно уже случилось. И не случилось самое худшее, что могло бы случиться. Такую колонку. Давайте еще раз. Вамилия и отчества, дата рождения? Я Усенко Роман Алексеевич. 29.04. 2002 года рождения. 2002. 2002 года рождения. Где вы родились? Республика Татарстан, Российская Федерация, город Набережный Челны. Набережный Челны. Вы контрактник? Да. Или срочник? Контрактник. В 21 году, в начале января контракт написал. Ваше воинское звание? Рядовой. Рядовой стрелок. А воинская часть? 31, 135. Помню. Когда вы зашли в Украину, дата какая? 24 июня. Июня? Июня. Зашли в Украину? То есть прошлый месяц. Или попали в плен? Нет, зашел в 24. Вы знали уже, что происходит вообще в Украине? Да, конечно. И почему вы пошли убивать людей и умышлевать? Ну, вообще нет, я не собирался этого делать. А что вы собрали? Я вообще с февраля как бы, как сказать, гасился от этого всего. То есть я сразу в госпиталь пошел. Говорю, что пытался проваски всякие искать, чтобы не попасть сюда. Вообще у меня зрение минус 6. Нам сказали, что вы снайпер. Это по должности. У нас как в полку? У нас, короче, проблема с контрактниками. Почему? В роте. Именно. В роте снайперов. Угу. И там постоянно нехватка людей. Там контрактники, они в сача дают. Ну, в сача это как бы само вольное основление части. Угу. Туда уходят. И потом выключается нехватка людей. И у нас отдел кадров, они, короче, тупо закидывают туда людей. Тупо закидывают. Вот меня так что-то закинули. Смотри, как получилось. Я фразу, нам сказали, что вы снайпер, взял из головы. Просто это очень типично для второй армии. И мира иметь снайпера с минус 6 зрением. Это просто... Всегда так получается. Плавать умеешь? Нет. Водолаз. На танке ездил хоть раз? Нет. Будешь танкистом. Слепой ты снайпер. Был еще прикольный случай. Уколы... Увидели, что чувак делает себе уколы. О, будешь фельдшером, короче. Ну да. У вас вторая армия такая именно. Короче, я даже... Короче, бред, чушь. Бред, чушь. Хорошо, вы гасились. Да. А подождите, а почему вы гасились? Что это такое? А потому что я не хотел сюда ехать. Ну, для меня это вообще безусловно. Ну, вы же пошли в армию служить. Да. Ну, вы же понимаете, что это не цветочки поливать? Ну, с одной стороны, да. И с другой стороны, я не... Я просчитывал, что вообще ничего такого не будет. То есть... Попасть на контакт... Тоже, тоже очень типично. Веря. Минус 6. Вы его видите близко? Да, близорукость. Можно сказать, телефон взять вот так вот. А, так нормально. Снайперский прицел видно. Вы можете прочитать, что там написано? Нет. Все размычато. Хорошо. Очень хороших снайперов вы отправляете. Вот так вот. Да. Нам такие нужны, да. Снайпера нам такие нужны. Да. Короче, прикол в том, меня туда привели в эту роту, сразу начали узнавать, типа, кто я такой. Че, почем. Говорю, вот зрение у меня такое вот. Я говорю, понятно. Типа, на физо, чтобы там быть. Снайпером надо быть. Физо сдавать. Сколько подтягиваешь? Я говорю, ну, меньше десяти. Понятно. Ну, короче. Вы меньше десяти подтягиваетесь? Да. А такой, вроде, плечистый. Сколько лет? Ну, целосложение. 20 лет. 20 лет. Ну, слушайте. Надо подтягиваться. Надо как-то приводить себя в форму, а то что это за... Ну, а вы в очках ходили? Да. Я ходил в очках. Это спрашивают. Вы полтинник хоть отожметесь или нет? Я максимум в прошлом году подтягивался. Ой, поджимался 45 раз. Ну, неплохо. Неплохо. Будем работать. Пойдете в украинскую армию? Да не хотелось бы. Чего? Батальон «Свобода России»? Да нет. Будете освобождать Россию? Да нет. Больше не хочется мне воевать. Да как кто вас спрашивать будет? Вас же ж не спрашивали в России, хотите или нет. Здесь тоже сейчас форму дадим автоматом. А там уже знаете, как у вас все принято? Заградотряды все. Пойдешь назад, пулю в спину или куда. Так. Давайте вернемся к вашей. Вы гасились до какого числа? Можно сказать все это время. До 21 июня. Я типа в полк, на службу обратно вернулся. Это уже был начало, конец апреля, там 25-е число. Ну короче в мае, я типа обратно все встал в строй. Ходил, ходил там, типа на службу ходил. Нас там каждый день, контрактников в клубе собирали. И заставляли рапорта писать. Согласен, не согласен короче туда ехать. Ну сюда. И что вы писали? Так это не рапорт, это какой-то опрочник. Нет, это типа рапорт на добровольное участие в спецоперацию. Сколько раз вы написали нет или не подписали? Два раза я написал не готов. Два раза и после этого я вообще не ходил туда. А так вообще каждый день практически в клуб собирали контракт, и поставили вот это писать. И каждый день кто-то подписывал и выезжал, да? Ну, находились там по два-три человека. А как вам там накачивали вас? Как аргументировали, что надо ехать? Ну, приезжали какие-то там звезды, шишки в клубы. Собирали контрактников и говорили, что типа здесь все спокойно, здесь в принципе ничего не происходит. И вообще люди собираются для массовки. Чисто приехать, чтобы украинцы видели, что типа нас много, что еще приезжают и приезжают. Ага. И забоятся. Да. Типа забоятся, все, сдаются там. Точно так же вы думаете, когда вы бомбите точечно города украинские. Вы, я имею в виду российская армия или Россия. Разные города. Мирные города. И пишите сообщения, месседжи такие, что мол, вам пора понять, что вы должны сдаться. А мы как-то вот не хотим. Что вы можете передать семьям погибших, пишут в чате. Передать семьям погибших? Да, семьям погибших украинцев. Вот. Прилетают ракеты из России и убивают украинцев. Ни в чем вообще не повинных людей. Вообще я против этого. То, что прилетают в мирные города, в мирных людей убивают. Это все, это все нечестно, несправедливо. Если война, то это военные. Должно касаться только военных. Типа выйти в поле, там где нет никаких мирных построек. Я понял, вы смотрели кино. Это нормально. Что вы можете передать семьям погибших? Соболезнования. Искренние соболезнования. Ну, в моих силах. Ладно. Хорошо. Расскажите историю свою вообще. Когда вы все-таки приехали в Украину? Куда вы заехали в составе? Двадцать четвертого. Ну, давайте тогда так начнем. Давайте. Скажите. Двадцатого июня прошлого месяца. Типа я находился дома. Было воскресенье. Или это девятнадцатого числа. Мне позвонил командир штаба. Ой, не командир штаба. Фу. Дежурный по штабу позвонил. По телефону сказал, что у тебя завтра в понедельник, там половина седьмого, ты уже с вещами. Должен быть стоять перед штабом. Все, я пришел. Там стояли... Слушайте, пишут комментарии Слава Сосии. Зачем они пишут это все время? И ставят российские флаги. Слава Сосии и ставят российские флаги. Нет, это скорее всего с ненавистью связано. Да. Ненавидят сами себя? Ну ладно, ладно. Я, если ты еще раз... Все извините. Реально. Мне чисто интересно. Четыре месяца чувак отсился от Украины. Да. И все-таки 21 июня, правильно? 24. 24 я заехал. Июня, да. 21 вас собрали на плацу в 7 утра. Да, собрали. Там были добровольцы, то есть уже людей. Уже в полку не оставалось. Не обращайте внимания. Угу. Да. Людей в полку не оставалось. И собирали короче добровольцев. Ну вот на вот эти краткосрочные контракты. Которым обещали дохрена денег. Сколько? Сколько. Стали в зависимости от региона там до 400 даже доходило. Ну вам сколько предлагали? Нам типа контрактникам говорили, что вот 200 тысяч будете получать. Плюс зарплата. Ну не знаю как там. Плюс 200 тысяч. Окей, да. Как вы зашли в Украину? Через какой населенный пункт? Белгородская область. Да. Белгородская область в Балуйке. Балуйке. Большая у вас колонна была? Да нет. Считай сколько там. Три ВТРа было. Восьмидесятых. С КПВТ. Один который с радиостанциями там ВТР. Пофиг в общем. Ну пофиг. Только мы их даже я не понимаю там. Ну и КАМАЗа три. Урала два там. С провизией и непровизией людьми. А людей сколько? Со мной добровольцы были. Их человек. Человек-человек. Сорок-пятьдесят. Что такое добровольцы? Кто это такие? Добровольцы это вот люди которые подписывают краткосрочный контракт с гражданки. Ага. Понял. То есть это могут быть отслужившие люди уже. Потом профессиональные. Профессионалы ехали. Или там сброд. Да как вам сказать. Люди которые в Чечне были. Старики. Старики там в возрасте люди были в основном. Понял. Ну вот. Человек сорок-пятьдесят было. Вы когда ехали о чем-то разговаривали между собой? Ну какие у них мысли? Нам интересно они ехали по идеологическим каким-то соображениям. За бабки ехали. Ехали нацистов убивать. Ну если вспоминать. То я вообще там забил СВУ. Сидел молчал не разговаривал. А они там шутили. Кто ел. Кто пил. Курил. Бухали. Нет. Никто не пил там. Никто. Ну в команде пока не пил. Вам выдали СВД, да? Снайперскую натуру. Нет. Мне выдали Калаш. Калаш. АК-74. Как у вас это работает короче? Ну снайперу удобнее стрелять с Калаша. Хорошо. 24-го числа вы приехали дальше что происходит? Снайперу просто Калаша и стреляют. То есть получается человек 50 заехало? Ну 40 добровольцев. У вас контрактников немного. Да там меньше 6 человек было. Которые штатные. По полку. А где весь полк делался? Да его особо-то и нет. Я не знаю куда делался полк. Хорошо. Да. Заехали. Все это время я ехал в КАМАЗе. Доехали мы до Изюма. До Изюма нас привезли на пивоварню. Там вроде база стоит. Нас там построили, собрали. Извините. Товарищи наши в ЗСУ. Пивоварня, база, Изюм. Вы там дрончик оттуда изучите все. Так и там наверно уже шлаг. Все знают наверно чего уж. Проверьте. А я напоминаю, что спонсор этой трансляции Старлинк от Илона Маска. Да. Извините. Хорошая вещь. Старлинк. Видели? Такая коробочка. Да. И проводок пошел вновь. У вас есть в Старлинке? Да нет конечно. У нас 150 мегабит всегда везде. У нас явно не сотрудничает. У нас же ГЛОНАСС там своя. Да да. Все. Мы обещаем больше не перебивать. Приехали мы на пивоварню. Там пиво разлито. Все расположено. Нет? Нет. Хорошо. Собрали. Там КАМАЗ подъехал. Все у нас типа на окраину. Куда-то вывезли везде. Там я пробовал чуть больше суток. Дальше опять собрали всех. Те кто приехали. Там кто-то еще был. Опять посадили в КАМАЗ. И повезли. Везли. Минут сорок. Грубо говоря час нас везли. Угу. Приехали в какую-то деревню. Я не знаю точно ее название. Не смотрел. Оттуда сразу собрались еще. Там БТР-2. И мы поехали дальше. Долгень. Деревня Долгенькая. 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 Да. Это на границе с Донецкой областью. Да. Вот. Долгенькая. Это как полямито. Нас провезли через эту деревню. Через одну улицу. Я увидел. Там просто больше построек. Все было разрушено. Это нелицеприятный взгляд. Населенный пункт развалили. Да. Везде ямы. Ну такое себе. Ну освободители пришли. Освободили людей от жилья. Дороги от асфальта. Да. Угу. Вот. И начали нас. Через эту деревню. Село. Завозить лес. Который рядом с деревней находится. Нас там высадили. Мы окопались. Ну как окопались. Просто окоп вырвали. Чтобы там если что. Миномет пролетел. Говорите громче. Если можно не сидеть. Не-не. Он там нормально. Ну вот вы вырвали такие окопы. Чтобы короче переночевать. Какие-то во времена. Да там. Можно чуть покинять разве что. Угу. Так-так. Чтобы мина не пролетела там. Да. И короче не ранила. Опять сутки. И на следующее утро. Ближе к обеду. Часов в одиннадцать. Что вы кушали это время? Спрашивают люди. Суппайки. 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 Я обычно спрашиваю. Валуйки над Москвой. Может валуйки. Валуйки. Это белородская ось. Понял. Ну это на вашем сленде. Я тебя. Нет. Ну это же я из чата. Уточняю сразу. Смотри мне. Хорошо. Так. Что у нас на есть? Ели суппайки. Обед следующего дня. Ели суппайки. Одиннадцать часов. Короче да. Я проходил мимо командира. У нас там один офицер был. Типа нас собрали людей. Не знаю. Это полк. Весь наш был или кто. Да. Полью. Майкрофон себе. Майкрофон. Мой коллега журналист имеет perfect English. Perfect English. Ну вот. Все. Майкрофон. Причем. Стылы кондиционеры. Включи. Придурок. Скажи. Включи. Придурок. Придурок. Да. Не обращайте на него внимание. Он дурачок. Короче. Я проходил мимо командира вот этого офицера. Он попросил меня какого-то человека позвать. Я включил дурачка. Чтобы не искать его. Ну загаситься решил. Он. Короче. Ну нафиг. Короче. Ты с нами идешь. Как он мне объяснил. Потеряли радиостанцию. Ночью. Вот. И собираем типа человек семь-восемь. За радиостанцию. За радиостанцию пойти. Умно. Хорошо. Звучит. Как тост. Я шел где-то предпоследним. Угу. Я просто не могу это звучит уже мидомо. Собрать всех человек военных с автоматами. И искать радио. Потому что нет других радио. Ну типа. Как он объяснил. Типа радиостанцию потеряется. Их могут враги найти. А там канал радиостанции. Ну и типа у нас и так мало. Мало радиостанции. Не верю. Во второй армии мира всего просто горами. Ну я тоже так думаю. Хорошо. Вы поговорим. Как Вы думали? Ну пошли Вы всем миром. Ты предпоследним. Предпоследним там где-то шел. Гасяшься как всегда. Шли. Шли и шли. Там до чего-то дошли. Я особо не смотрел. Я особо не смотрел. А какой позывной был? Загашник? Угашенный. Фух. Уже кукушка поехала. А ну. Какой позывной был серьезно? У меня? Да. Я себе придумал так. Усейн. Усейн. А почему? Ну так ближе к фамилии особо не думал. С такой фигней он впервые сталкивался. Ну это какой-то поп звезда какая-то? Нет. А кто это? Я просто так придумал. А я понял. Похоже на какого-то. Хорошо. Идете. Уссаму бен Ладена. Усейн предпоследний гасится от всего. Идет за раз. Да. Дальше. Как я понял что-то по знакам. Походу нашли короче это радиостанцию. Ага. Нашли ее. Ага. Я не помню какой-то знак показали. Показали вот типа нашли. Ага. Пошли и почему-то пошли дальше. Ну походу ему. И чего он ему найти? Командира в голову закрывал типа дальше. Пойти посмотреть что там. Шли где-то полчаса. Нашли растяжку. И у нас было два человека. От основных чуть отбиты слева. И вдруг по ним начинают стрелять. Угу. Все сразу упали. Никто ничего молчит. Там начали просто ответку давать. Куда-то в воздух стрелять. Отбежали чуть-чуть. В землю прислегли. Меня больше удивило то что вот офицер. Вот как началась эта шушера. Он ни одной команды не давал. Название какое у него? То ли старший лейтенант, то ли капитан. Ну да. Это нормально. Ну короче меня больше поразило что офицера никакой команды. То есть не начал руководить составом. Ну перестрелка идет. Офицер тупит. Да. А у него какой позывной был? То ли какая птица хищная. То ли ястреб, то ли сокол. То ли тупит. Ну молчаливый такой. То ли тупит короче. Да. Дальше. Хорошо. Назовем его тупиком. У вас стрелянина. Короче да. Там передо мной пули просвистели. Я думал ну ни хрена куда я попал. Типа ну на хрен. Да. И он командир говорит типа отступайте. Там отступайте кто как. Потихонечку мы начали отступать назад. Да. Там уже даже не по тому маршруту. По которому мы шли изначально. Так. И я услышал что у нас стали обходить. Украинские. Украинские войска. В зад. Я уже слышал что в заде. В заде. В заде. Звук. Я сейчас не понимаю. Украинские войска стали обходить в зад. Ну сейчас мы пишем что хотели россиян послушать. Думали они. Ну ладно все. Все. Ходить зад. Ну короче растерялись. Потерялись. Начали вообще бежать кто куда. Вообще все. Это хорошо. Вот так получилось что мы три человека. Побежали фиг пойми куда. Вообще. И там заблудились. В лесу. Просто ходили ходили туда пойдем. Ну достали навигатор же. Смартфон чик. Сразу. Google карты. Да нет. Какая шикарная армия. Связи нет вообще. Как? Нету. Связи нет вообще. Хорошо. Хорошо что связи нет. Да. Да. Связи нет да. Ничего не работает. Ну и у меня к тому же с собой телефона не было. Ну телефон у вас надо в апотеку брать. Мы уже это слышали. Хорошо. Дальше. Ну вся основная часть истории это мы просто по лесу блуждали. Три человека. Ходили. Там пить хотели. Там речка. Речка была маленькая. Из речки пили. Как вода. Нормальная. Нет. Ну никакого вкуса не было. В принципе нормально. Неправильный ответ. Спрашивает почему-то или был у вас с собой вазелин. Неправильный ответ. Потому что украинская вода вкусная. Это надо сказали. И небо голубее и трава зелени. Вы же знаете. Мы же смотрели в бой идут 1-3. Вы же не отравились. Нет. Нет. Ну видите. Тут просто. Это вы еще на наших боевых червей не наткнулись. И на боевых гусей. Потому что если гуси подлетели. Они просто были заняты. Гуси бы разорвали. Были заняты чуть-чуть в другом месте. Поэтому да. Попили воды. Еще немного походили. Время уже все темнеть начало. Ну и переночевали. Переночевали. Проснулись. Часам к 6. Ну раньше конечно. Просто ждали пока нормально все станет. Более-менее видно. Дальше. Шли-шли-шли. Опять фиг пойми куда. Тут сидим. Мы находим опушку леса. Прилегли на опушке леса. Слышим. Идут 2 человека вдоль опушки леса. Для того строя. На нас трое. На опушке леса шли 2 человека. Да. Пары. То есть я прислушался. Говорили на украинской мове. Мы просто их... Ну просто мы притворили, что типа нас нет. Они прошли. Мы подождали еще. У вас трое их двое. Что вы? Там военные шли какие-то? Ну да. Военные. Угу. Ну хорошо. Я просто себе представляю. Подчитываю чат. Нацисты идут по пушке леса. Вы три освободителя со второй армии мира. Не встали. Да. Хорошо. Ну у меня лично вообще не было настроения никакого. Я понял. Я за все это время, что я здесь находился, я ни одного патрона даже не выпустил. Слабохарактерный. Просто для меня это вообще не было. У тебя сколько друзей там со своих коллег? Ты мог их убить, прийти к нам, тебе наши деньги заплатили. Вообще не было. Ну не знаю вообще. Вы знали кстати о том, что можно сдаться с техникой и получить деньги? Я помню было даже такое, что можно просто по какому? Сдаться в плен. Сдать. Сдать какой-то код. Или не код. Ну просто сдаться в плен и даже так добавлять деньги. Да. Всякое. Да. Хорошо. Прошли. А чего не было желания такого сдаться? Ну для начала вообще хотелось, для меня это как было самое, не то чтобы крайнее, типа как вообще запасной вариант. Потому что больше всего хотелось ну своим, потому что типа сдаться в плен это неизвестно. Нам говорили типа, что там в плен не берут никого. Угу. Ну короче типа говорили, что лучше сразу застрелиться. Извините. Он очевидец, в плен берут и он живой. Вот это вот фото ракетного удара по Виннице. Вчера. Это просто насыпано в гугле, вот все подряд. Мама в реанимации, а эта девочка погибла. Жуть. Жуть. Конечно же. Считаете ли вы Путина военным преступником? Военным преступника Путина? Мне больше кажется, что это не именно Путин тоже сам дал вот этот приказ ударить ракетой по Виннице. Потому что там иерархия, есть люди вот такие вот прогнившие. То есть царь хороший, бояре плохие. А спецоперацию начинать Путин давал приказ? Или тоже кто-то из иерархии? Там вроде обращение он выпускал. Да. Да. Ну. Я не смотрю на правду. Да. Ну, получается, да, Путин. 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 А чем вы отличаете спецоперацию от войны? Как у нас говорят, это освободительно. Нет, стоп, стоп. Как у вас говорят, это мы, если бы хотели послушать, как у вас говорят, мы бы пошли в чат-рулетку, там с идиотами бы пообщались бы. Вы уже здесь видели, да? Да. Все своими глазами. Не как говорят, а как вы это понимаете. А, как я лично понимаю. Для меня это вообще бессмысленное. То есть я вообще не вижу никакого смысла и больше против этого вторжения. Все-таки вторжение, да? То есть... Да. Я больше это воспринимаю как вторжение. Оно для меня бессмысленное. Ну, вы правильно воспринимаете. Так считаете ли вы Путина военным преступником? Ну, однозначно нехорошим. 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 Хорошо, ладно. Нехорошим, да и нехорошим. Боитесь вообще в Россию возвращаться или нет? Ну, не скажу. Все-таки я считаю, что нужно вернуться, потому что у меня там единственный родственник. Ну, вы сдерживаетесь немножко, да? Чтобы лишнего не сказать, чтобы вам по возвращению в Россию не прилетело. Я правильно понимаю? Ну, возможно, да. Свобода слова есть в России? Свобода слова? Ну, я думаю, если ты гражданский, гражданское лицо. Не, я же не так спросил. Я же без... Если, может... 50 на 50. Нет, такого не бывает. Хорошо, хорошо. Назовите оппозиционные российские средства массовой информации. Массовой информации? Да. ФБК... Нет, скорее, это не массовая же информация. Ну, вот был у вас телеканал Дождь. Дождь? Дождь? Да, но только его уже нет. Медуза нет. Ладно. Медуза, я не знаю, или был такой телеканал. Может, так был такой телеканал, так вот его уже нет. Ну, в Телеграме, помню, там Медуза. В Телеграме я тоже канал веду. Я же неизвестно массовой информации. Давайте, как вы попали в плен? Как мы попали в плен? После того, как мы пропустили пару, мы пошли дальше. Опять присели. Уже начали думать, типа, что делать? Как выходить? И тут, получается, шелест наш делал, товарищ. И его подстрелили. Буквально вот там кусты. Опушка леса разделяла кусты, линия кустов. И там оказались, ну вообще, буквально за этим кустами украинские войска. Не знаю, человек четыре, наверное, было. Ну и случайно просто попали в него. Подстрелили. Насмерть? Нет, не насмерть. Ранее. Ранее, да. Да. Мы сразу же двоём растерялись, сразу двоём. Не знали, что делать. Я думал, помочь, оттащить, как-то подлечить. У меня, типа, жгут был. Бинт, не бинт. Что у нас вообще в аптечках? Нам дают... Нет, что у вас, ну вот, что у вас было в аптечке? У меня был бинт, этот жгут. Да. И, как его? Обезболивающий. Промедол. Да. Промедол. Хорошая комплектация. Да, ну, растерялись вы. Да, я подумал, что надо, надо впервые им помочь. Сначала помочь. Да. Потом я увидел, что, прямо за этими кустами, уже буквально прям, ну вот, вот он, кусты и вот здесь, считаю, рукой подать. И поэтому я решился, ну вот, уйти вместе с другом, отойти. Минуты две. Типа, он больше не орал. Не было никаких криков. Мы пробежали дальше. Так вы его оставили? Ну да, получается. Не, ну тут без вариантов. Вы его оставили раненый, мы убежали. Своих не бросаем. У нас... Типа, как? Я бы его не бросил, если бы где-нибудь дали. А тут, получается, прям метры от него враги. Нормально. Да. Нам объяснять, почему вы его бросили оправдывать себя, это можете этим не заниматься. Мы просто уже, знаете, сколько к этому, к вашему слогану своих не бросаем. Мы постоянно из разговора с пленными дописываем там фразы. Своих не бросаем, я бы его не бросил, если бы и там... Но. Своих не бросаем, но забываем. Своих не бросаем, но оставляем. И так вот. У нас половина интервью было, там 150 человек минимум сказали, как их бросили. А тут у нас эксклюзив бросивший. Ну он бы его не бросил. Понимаешь? Если бы там темно было и не было наших военных. Да, дальше. Спустя 5 минут мы просто шли вдоль пушки леса и нас окружили. Нас окружили. И мы приняли решение сдаться. То есть мы начали кричать, сдаваться, сдаемся, не стреляйте. Вот. Нас сказали по одному выходите, бросайте оружие. Угу. Вот вышли, все, нас перевязали. Спокойно, никто ничего не... Какое подразделение вас приняло? Кому вы сдались? Я даже не знаю. Ну там ЗСУ или там батальон какой-то. Что-то же говорили они? Да нет. Хорошо, ладно. Вы вообще верили в эту чепуху про нацистов и все такое прочее в Украине? Нет. Не верил. Вы 4 месяца, получается, гасились от этого всего, да? Понимали, что происходит и все-таки в результате пошли. Почему вы не приняли решение просто взять и уволиться? Разрывать контракт. Я хотел комиссоваться по зрению. То есть, у меня, получается, зрение там... Я понял. До последнего надеялись, в общем, вас в результате отправили. Когда вас сюда отправляли, вы уже, что, как, по течению пошли или как это понять? Я начал искать там... Начал искать, короче, как варианты, типа, загаситься, не найти передки, не выезжать никуда. Сказал, типа, с кем, кому можно, типа, рапорт написать на отказ? Мне сказали, что, типа, надо командиру. Командиру. Полковник там какой-то ходился. Но он, короче, куда-то уехал. Поэтому... Я могу дальше рассказать. Давай, давай, давай. То есть, это комиссия. Тот, кто хотел, тот разорвал. Тот, кто... Всегда есть момент, когда я там... Тот, кто не хотел, поехал. У меня ручка не писала, там еще что-то. Вы, когда своего бросали, вы ему сказали, работайте, братья? Работай, брат. Мы за тобой вернемся. Ну, у вас просто, после своих не бросаем, все время идет, работайте, братья. Первое означает, мы тебя бросаем, второе означает, сдохни. Если коротко. Это из... Это не нами придумано, это... Это из... Из того... Как вы понимаете, Z и V? Z и V? Ну, вот эти буквочки Z и буквочка V. Добрый. А, Z и V. Здравствуйте. Да. Ну, типа там, Толсток. Вы знаете этого человека? Да. У меня создается впечатление, будто вы на меня кричите. Дим, давай выстрелим. Вы хотите с ним поговорить? Да. Я вас уведомляю, что разговор записывается и будет опубликован. Мне сделаем ему Чего там делать? Нормально. Тут я где-то, нахожу здесь, плену. Меня кормят, меня лечат каждый день. Приходит медик осматривает. Так что со мной все хорошо. Жду, когда обвиняют. Хотя, конечно, не очень сильно верится, потому что есть люди, которые больше месяца сидят, а никаких продвижений нет. Надеюсь, что вы, ты, мама, бабушка, дозвонитесь в комитет солдатских матерей, сделайте все возможное, чтобы нас меняли. Да, конечно. Да, конечно, я позвоню. Ты где находишься вообще? Не знаю, нам не говорят. В городе где-то. Со мной все хорошо, не переживай. Я очень надеюсь на это, что все нормально будет. Да. Можно вопрос задать? Можно тебе вопрос сейчас зададут? Давайте, слушаю. А что вам в части говорят? Где ваш сын? Ничего не говорили. То, что отправили на границу. На границу? Хорошее у вас командование обманывать? Ну, это как бы тайна, как я понимаю. Ну, да, тайна. А вы поддерживаете спецоперацию? А вы поддерживаете спецоперацию? Я это не решаю. Я не спрашиваю, что вы решаете. Вы лично поддерживаете спецоперацию или нет? Ну, она вам нравится, не нравится? Ну, как она могла, мне нравится. Если у меня сын там работает. В армию спецоперацию. Ну, ваш сын имел возможность 4 месяца не поехать сюда. Ну, он и не ездил, поэтому... Смотрите, еще раз. Вот ваш сын, он живой, но ему повезло. Потому что 40 тысяч таких, как он, уже лежат в земле и ваши их не забирают. Ваш сын точно так же оставил своего товарища на поле боя и убежал. Фразу «работайте братья» он, конечно, не сказал, но они оставили раненого и убежали. А 4 месяца, у него было времени 4 месяца сюда не попасть. А в вашей части его со зрением минус 6 определили снайпером. А вот именно я и думал, что у него со зрением было плохо, поэтому он не попадет туда. Так, может, вы ответите все-таки на вопрос, поддерживаете вы спецоперацию или нет? И, может, что-то вы будете там делать уже? Ну, я буду звонить сейчас, да. Заканчивай. Да, договаривайте. Ладно, пап. У тебя нормально все? Да. У мамы тоже все нормально? Да, надеюсь, все будет хорошо, я ей передам. Передай привет со мной, все хорошо. Здесь... Здесь все... Здесь на Украине очень нормальные люди. Здесь нет того, что нам здесь говорят. Я не сомневался. Как-никак. Ладно. Давай, до скорого. Пока. Так, ну, в общем, да, тут не в восторге все, конечно, от общения. Все считают, что ваш папа с удовольствием пошел бы убивать украинцев, судя по тону. Ну, это субъективное ощущение. Вы испытываете раскаяние за то, что вы вообще сделали? Или там угрозение совести, например? Да, конечно. А вы будете рассказывать детям, внукам своим о том, как вы героически воевали? Ну, несомненно, я расскажу, что... Я расскажу эту историю, что как Россия дорогость и что это все с собой повлекло. Понятно. Ну, что вы можете передать другим, которые там гасятся, не гасятся, я не знаю. Не пытайтесь гаситься, как я. Пишите просто отказ. Гаситесь лучше. Пишите просто отказ. Отказывайтесь. Пусть вас просто уволят. И все на этом. Будете свободны, живы-здоровы. Понятно. Все, есть вопрос. Я вынужден спросить, ваш отец где сейчас находится? Ну, по мере общения он дома там находился. Нет, просто я смотрю, что там ремонта точки нет, судя по... То есть мы просто хотим понять и показать... Ну, может, у него лофтовая стена что-то. Да не лофтовая там стена, просто мы хотим знать своих освободителей в лицо. И потому что я вижу по стенам, ну там просто можно побелить, покрасить и тогда будет красивее. Я сомневаюсь, что это какая-то лофтовая стена. Слушай, я дома больше года не был. А вы из какого города еще? Что-то забыл уже по ходу вообще. Республика Татарстан, набережные Челны. Набережные Челны. Хорошо. 600 тысяч человек населения, насколько я помню. Но у нас, знаете, у нас Республика Татарстан, у нас вообще там есть еще один свой президент. Я понял. У вас проблемы есть в Республике Татарстан или в России? Судя по ремонту, нормально. Не судя по ремонту, вообще проблемы есть в России какие-то свои? Проблемы в России? Да. Или в России вообще никаких проблем нет, все хорошо? Конечно есть. Нет страны, у которой нет проблем, у которой все хорошо. Может вам надо бы свои проблемы решать, а не к нам сюда переться? Не, ну несомненно, да, надо решать свои проблемы, а не к нам. Хорошо, потому что вы решали свои проблемы, а не о нашей. Я вам, знаете, совет какой там россиянам? Убираете со своего телевизора Украину и сразу же видите, как вам становится жить лучше. Прям мгновенно. Нет Украины у вас по телевизору, вам сразу лучше жить. Сто процентов работает. Можете сказать Поляныца? Поляныца. Ну почти. Почти. Просто я мягче ця. Поляныца. Поляныца. А вот сейчас сказал вообще неправильно. Лучше... В город пойдете, потому что мы не как россияне. Да, у нас есть документы. Ну вот, собственно, подписываете о том, что никто ответственности не несет за вас. Мы вам даем денег, отвозим на вокзал, едете там под Россию на поезде. Ну только в вашей форме в российской. Единственное... Единственное... Единственное условие эксперимента. Да, мне по фору вообще не хочется надевать. Не, вы снимете наши штаны... Оденете российскую форму. Не, я понимаю, что российская форма. Шевроны, все дела. Вывезем вас на вокзал и езжайте на поезде под Россию куда-то. Там доберетесь? Да нет. Чего? Нет. Я понял. Нет. Чего? Нет. Чего? Нет, я не соглашусь. Никто. Чего-то никто не соглашается. Никто не соглашается. Вас здесь должны были на руках носить. Вы же освободитель. В Украину пришли. Освобождать. Никто не освобождается. Потому что все понимают, что их здесь гражданские на молекулы разберут. В этом поезде. То есть вы даже в него не сядете на самом деле. Это так. Это же не серьезно на самом деле. Предложение. Но так, чтобы показать россиянам, что никто их здесь не ждал, не ждет и ждать не будет никогда. И никто их не боится. Будьте здоровы. Вам надо быть здоровым, чтобы вы вас поменяли на грозовцев. Я предлагаю финишить на сегодня. По-любому. Я так хотел показать вот этих. Мы славян. Покажем их еще. Так хотел славян показать. Ну, время видел. Это затянется и будет комендант. Все, ладно. Послесловие будет какое-то? Да, сейчас. Да, доброе. Послесловствуй. Так это что? Послесловствуй. Послесловствуй. Вы хотели посмотреть на россиян? Вот вам. Но это еще как минимум говорящий. Скажем так. Да, да, да. Этот еще. Он хотя бы может связать несколько слов в кучку и что-то выдавить из себя. Ну, гасился и гасился чувак. Ну, не хотел он гаситься. Халявные бабки. Видишь, просят. Покажите вот этих тувинцев. Покажите вот этих. Вот этих. Вот этих. Понимаешь? То есть, мы могли бы сейчас полчасика их еще показать. И завтра. А так, завтра еще, наверное, придется сюда ехать. Ну, а так просто смотри. Время 21.40. А у нас же да... Ладно, друзья. Все. Принимаем решение волевое. Сейчас едем домой. Завтра, я думаю, что еще продолжим. Правильно? Ну, будет видно, что... Надеемся. Надеемся. В общем, мы ничего никогда не можем знать насчет завтра. Ну, там... Давайте добьем 2000 лайков. Угу. 28 тысяч есть. Да, давайте добьем. Что? Не знаю, понравилось вам или не понравилось. Я думаю, понравилось. Ну, такого точно не было раньше. Такого точно не было раньше. Поэтому... Я думаю, что такое не в последний раз. То есть, с учетом того, что спонсор трансляции Илон Маск... Маск. А эта штука с нами может быть, в принципе, повсюду. Поэтому, я думаю, что продолжим такие стримы. Да? Смотри, уже 29 тысяч лайков. Да. Отлично. Отлично. ДНРовцы, видите, говорят, по сути, пободрее. Мамы реагируют пободрее. Но там реально... Вот последний чувак, который... Трубка. Там у него потолка нету. Как в сарае в каком-то. Там ладно, слушай. Ну, ладно-неладно, но это тоже... Нет, а то, что они живут все полубомжами, и то, что только полубомжи могут за бабки ехать и в чужую страну воевать, убивать и подвергать себя смертельной опасности, это же понятно по определению. Тупо бомжи. Бомжи. И живут, вся страна живет как бомжи. Да. Вообще без вариантов. Но цель того, что мы делаем, это вовсе не доказать, что они там бомжи или не бомжи, а чтобы до них дошло, что ехать сюда не нужно. Даже за деньги. Оно того не стоит. А напишите, когда мы закончим стрим, стоит ли хоботиться, нарезать вот этих всех орков пленных в отдельный ролик какой-нибудь. Да. Стоит ли Диме выкачать этот стрим, нарезать всех этих, с кем мы разговаривали, добавить видео с телефона, с кем они разговаривали, запись вот эту. И выложить эти ролики по отдельности. Есть ли в этом смысл какой-то? Да. Или пусть уже остается так. Это кусок работы не в чате сейчас, а потом вот внизу в комментариях, когда мы закончим стрим. Все. Я думаю, что нас в гостиницу реально могут не пустить в такое время. Да. Надо... Потому что... Подписывайтесь, делитесь видео. Илон Маск. Кращи. Слава за слов. Слава Украине. Слава за слов. Слава